В городе Артеме существует хорошая традиция. С подачей инициативных граждан, привлечением общественных организаций и предпринимателей реставрируются стадионы, открываются новые места для отдыха и спорта. Один из таких примеров – досуговый центр, который в ближайшей перспективе откроется в поселке Угловое. Это первый подобный центр в округе, который смогут посещать дети с ограниченными возможностями. Жителями данного района и специалистами администрации города Артема была выявлена проблема отсутствия детских досуговых центров и вообще досуговых центров для детей с ограниченными возможностями. В связи с чем администрация города выделяет помещение для того, чтобы в ближайшее время его можно было обустроить для таких детей и людей с ограниченными способностями. Значит, предполагается, что здесь будут несколько направлений. Это компьютерная техника будет установлена, также будет установлено специальное оборудование для того, чтобы дети могли развивать свою моторику. Это работа с песком, возможно, с какими-то еще специальными тренажерами. И в ближайшее время мы надеемся, что данный центр будет открыт. Соответственно, предпринимательское сообщество будет всячески помогать оборудованием. Работа над этим центром началась еще полтора года назад и идет довольно быстро. Администрация города выделила помещение. Около входа положили новый асфальт, чтобы колясочники не испытывали никаких затруднений в передвижении. Рядом очень удачно находится автобусная остановка. Еще хочется повторить, что место очень замечательное, потому что оно находится как раз практически в центре поселка Угловое. Очень недалеко до школы номер 35 и недалеко до школы 20. То есть автобусы здесь все ходят. Что самое главное делали в первую очередь, это заасфальтировали территорию, которым детям, даже колясочникам легко подъехать. Рядом остановка с автобусом. Поэтому, мне кажется, вот в этом плане все выдержано. И в этом здании, в этом учреждении дети будут работать с песочной анимацией, будут работать с компьютерами. Ну то есть это такой будет досуговый, замечательный центр, где дети, каждый найдет себя. И вот предприниматели, которые решили нам помочь привезти это помещение в божеский вид, и чтобы детям было тут уютно и комфортно. Поэтому, мне кажется, это тоже замечательно. Спасибо администрации города, которая выделила это помещение. И спасибо тем людям, которые неравнодушны и переживают за то, что вот в этом здании было детское досуговое заведение. Импровизированные субботники в этом районе не редкость. Так, совсем недавно по просьбам инициативных жителей были высажены деревья в районе улиц Берзарина, Ангарской и Рабочей. Некоторое время назад в данном месте были высажены несколько деревьев совместно с администрацией по просьбе инициативных жителей данного района. И мы будем надеяться, что в скором будущем данные деревья будут служить живым зеленым ограждением от шума и пыли для близлежащих домов по улице Ангарская, Берзарина и Рабочей. Также в скором времени планируется ликвидировать многолетнюю свалку, которая образовалась на улице Берзарина. На улице Берзарина сложилась такая ситуация, что ТСЖ не справляется со своими прямыми обязанностями по разным причинам. В связи с этим было принято решение выставить данные дома на конкурс и предложить управлять через управляющих компаний. Как вы видите, данная ситуация сложилась с мусором. Мусор не вывозится, потому что ТСЖ не оплачивает этот вывоз. Контейнеры относятся к соседним домам, которые как раз обслуживает управляющая компания, жители которой исправно платят и в принципе услуги все оплачиваются. В настоящее время с администрацией города есть договоренность о том, что данный мусор будет ликвидирован, но мы надеемся на то, что все же граждане примут решение и заключат договор с управляющей компанией. Многие вопросы, связанные с облагораживанием города, можно решить, если жители будут проявлять инициативу. И тогда место, в котором они живут, будет становиться только лучше. Александр Селиверстова, Денис Болтов и Светлана Нурик. Городские новости.